Этим мягким почти призрачным пейзажем мы открыли Петру во второй раз. Озаренная весенним солнцем, историческая сокровищница Иордании выглядела иначе, словно и она была рада нашему возвращению. И если в первый раз нереальные объемы фантастических впечатлений просто обрушились на нас, и мы физически потерялись в окружающей красоте, то теперь мы уже постарались рассчитать свои силы, чтобы получать максимум удовольствия от раскрывающейся панорамы древнего города. Количество туристов велико в любое время года. Люди продолжают ехать в Петру со всей Иордании, а также из Египта, Израиля и стран Ближнего Востока. И при случае стараются не упускать возможность еще раз посетить этот розовый каменный город, который является частью культурного наследия Набатеев. Две с половиной тысячи лет назад по этому щелью, образовавшимся в результате сильнейшего землетрясения, которое разорвало гигантскую скалу на две части, двигались караваны, груженные благовонними, шелком и специями. Выгодное стратегическое положение Петра на пересечении торговых путей, связывающих Китай с Римом, приносили гостеприимному Набатеевскому народу огромную прибыль. В городе, защищенном скалами, караваны пополняли запасы воды и укрывались от грабителей. Долгое время считалось, что Набатейские сокровища спрятаны. И, возможно, они скрыты именно в сокровищнице, чей 39-метровый величественный фасад открывается при выходе из ущелья. Субтитры создавал DimaTorzok Целиком высеченной из огромной розовой скалы, это архитектурное чудо кажется нерукотворным. Оно напоминает декорации к волшебным сказкам. Вполне вероятно, что Альхазне была одним из главных святилищ Петра. Субтитры создавал DimaTorzok Сокровищница начинается фасадная улица, некрополь Набатейского полиса. Здесь же, в память о своих дальних предках Набатеев, современные бедовины предлагают туристам прогулки на верблюдах. Набатея – кощевое трудолюбивое арабское племя, древности, населявшее Южную Иорданию. В конце VI века до н.э. Набатеи остановились в Петре. Через 4 века столица Набатейского королевства превратилась в огромный город, площадью в 19 квадратных километров. Количество верблюдов на батейских караванах достигало 2-3 тысяч голов, а длина идущего каравана растягивалась на 4 километра. Если первый визит обычно привязывается к истории, и рассказы гида становятся основой экскурсии, то второй визит можно целиком отдать своим глазам и чувствам, и просто впитывать, не похожее ни на что, красоту каменного чуда, или исследовать древний театр, строительство которого было завершено уже при Риминах. Продолжение следует...